Симонию привели здесь, в дворянском собрании, особняке середины 19 века. Когда-то в его стенах выступал молодой Фёдор Шаляпин. Сейчас эти залы используют нечасто, только для важных государственных торжеств. Алексей Дюмин поднимается на трибуну. После того, как он произносит текст присяги, губернатор он уже не только де-факто, но и де-юре. Торжественно клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской Федерации, устав Тульской области, законы Тульской области, уважать и охранять права человека и гражданина, верно служить народу. Выпускник Воронежского военно-инженерного училища, он много лет работал в органах безопасности, стал замначальником ГРУ, в 2014 возглавил силы спецопераций. Именно эти подразделения обеспечивали безопасность Крыма в непростой период, перед возвращением полуострова в состав России. В феврале Владимир Путин назначил Дюмина исполняющим обязанности губернатора Тульской области. На выборах 84% избирателей отдали ему свои голоса. Вступая в должность губернатора, осознаю всю ответственность за дальнейшее развитие Тульской области, за благополучие всех, кто здесь живет, трудится, растет детей, кто связывает свою судьбу со своей малой родиной. Такой ответственностью меня наделили люди. И мой долг ставить их интересы превыше всего, работать с полной самоотдачей. С этого момента Алексей Дюмин не в Рио, а действующий губернатор уже завтра начнет собирать свою команду. После церемонии он заявил, радикальных кадровых перестановок не будет, но, цитата, работать все станут быстрее. Игорь Балдин, Дмитрий Дунаев, Алексей Еременко, телеканал «Звезда».